МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери Неопалимая Купина Ирей Георгий Сычев. Здравствуйте, батюшка! Добрый вечер, с постом приятным. Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей на начало. Божьего благословения Господь благословит. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. «Это служба и опасна, и трудна». Батюшка, наверное, не всем будет понятно название темы, если вы не расскажете о вашем храме и о вашем служении. Хорошо. Наш храм иконы Божьей Матери Неопалимая Купина вот уже существует 10 лет. Находится он на лесном проспекте в городе Санкт-Петербурге. Расположен на территории 11-й пожарной части при первом пожарном отряде нашего главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Построен 10 лет назад. Поводом послужило событие, которое произошло в 1991 году, когда поступил вызов о пожаре на гостинице «Ленинград». Весь караул выехал, принял участие в тушении, а назад вернулся только один водитель. Я тогда уже был лейтенантом и проходил служение во Фрунцком районе Санкт-Петербурга. При расследовании пожара, как потом уже выяснилось, что был в трех местах поджог, и ребята при тушении погибли. Но мы понимаем, что гибель сразу целого караула, это около 9 человек. Причем гостиница расположена в метрах 500 от части. Прибыл караул вовремя, в течение нескольких минут. И вдруг вот такая трагедия произошла. Потом уже данные мне стали поступать, когда я стал священником, что и поджог был в трех местах, и караул весь расстреляли. Расстреляли снайперы, которые смотрели, чтобы наши пожарные не спасали людей и не тушили пожар. Ну понятно, что в это время в перестройке был передел собственности, всякие такие события в стране происходили. Это люди нашего поколения это все помнят. И вот после этого события руководство принимает решение на средства пожарных, спасателей начать строить сначала часовню и мемориальный комплекс, чтобы увековечить памяти всех погибших. Мы его видим, да? Да, да, вот он здесь вот есть. И при строительстве пришло решение все-таки увековечить не только тех, которые погибли вот в это время, но и начиная с 1941 года по 1945 и так далее, и так далее, и так далее. Потому что в Петербурге именно во время блокады как раз появился подвиг пожарных. Мы представляем, что при обстреле города сколько было пожаров? До ста в день. И пожарные выезжали, как они шутили, на дымок. Почему? Потому что при большом пожаре поднимается большой столб копоти дыма, сажи, противник видит и начинает стрелять. То есть это служит ему ориентиром. И вот тушили вот именно эти пожары. А потом еще знаменательный пожар, который произошел на заводе «Красный нефтяник». Он тоже во фронтском районе находится, вот где Волковское кладбище. Немцы прямой наводкой били по резервуарам, где находился бензин, столь нужен фронту. И вот снаряды рвались, пожарные гибли. И вот первое, что они делали, это они заваривали с вытекающим горячим бензином дырки на резервуарах. Сами гибли, но продолжали работать. И самое интересное, что они все-таки эту огненную стихию победили. Ну тут понятно, что помощь Божья, скорее всего, была. И вот они тоже выковечены. Больше двух тысяч имен. Вот на этих табличках, которые мы видим на экране. Там и фамилия, имя, и отчество, и мусульмане есть, и все, кто свою жизнь отдал именно во имя спасения России, во имя города нашего славного. Храм строился, ну не так долго, но год или два, принимали участие все. Я в том числе. И вот храм, когда построился, то есть часовня, не храм, решили все-таки сделать его храмом. И первым был настоятель, сын пожарного, который начал служение там. Потом уже через два года я закончил Богословский университет в Москве заочно. И меня пригласили принять участие в богослужениях. Потом по просьбе нашего командования, нашему владыке, мне рук положили и назначили сначала дьяконом, потом уже настоятелем. И храм уже существует не как часовня, как храм. Пожарных и спасателей нашего города. Батюшка, и окормляете вы только пожарных, или там и просто миряне приходят? Храм у нас открыт для всех, он находится рядом с частью, на территории части. Храм открыт с 10 утра до 18 вечера ежедневно. Службы происходят по расписанию, по несколько служб в неделю. В основном приходят жители близлежащих домов, пожарные, спасатели. Ну, все, кто хочет, как обычно, в обыкновенный приходской храм. Батюшка, но, насколько я знаю, это не единственное ваше служение. Расскажите о вашем тюремном служении. Ну, так получилось, что 8 лет назад в следственном изоляторе кресты в храме перевели настоятеля. Мне предложили принять участие в служении. И после того, как я начал служить, мне посмотрели и сказали, батюшка, может быть, вы будете, что-таки возьмете настоятельство. Ну, у нас отказываться не принято было, поэтому уже 8 лет я являюсь настоятелем и в этом храме. Потом при посещении тюремной больницы доктора Газа сотрудниками отдела была благотворительная акция на Рождество, тоже 8 лет назад. Мы туда привезли помощь, подарки, служили молебен и стали подходить болящие заключенные. И вот после исповеди они говорили, батюшка, у нас нет уже несколько месяцев, у нас священник не приходит, можете ли к вам в следующий раз прийти? Ну, вот в следующий раз уже 8 лет я уже там являюсь настоятелем. Сначала там была часовня Петра и Павла, святых апостолов. И вот уже 4 года назад мы построили с Божьим промыслом уже возле того места, где раньше был храм, но нам дали пока небольшое помещение, арендент кабинета. Храм в честь святой мученицы царицы Александры Римской. И вот уже 4 года у больных заключенных появлялась возможность приходить в храм, исповедоваться, причащаться, участвовать в богослужении. Поэтому я являюсь еще настоятелем двух приписных храмов. Это святого Александра Невского, великого князя благоверного, в средствах за эти кресты и в тюремной больнице доктора Газа. Спасибо, батюшка. А скажите, пожалуйста, вот вы, получается, окормляете такие категории граждан, которые, в общем-то, не являются большинством. Да, это и пожарные, и заключенные, и те, кто, в общем-то, да, следят за заключенные. Сотрудники, которые за ними смотрят. Вот, батюшка, если говорить о сотрудниках и о пожарных, вот это непростые профессии. Можете ли вы какие-то характерные, может быть, особенности выделить в работе с ними? Да, все наши сотрудники, те, другие, должны быть, как сказал Петр Первый, радостные и веселые. Либо при вот таком служении, без потенциала такого подъема духовного, душевного, очень сложно мотивировать свое служение. Если спасатели у нас, те ребята, которые приходят, это молодые ребята приходят, осваивать мужскую профессию, потому что понимают, что, находясь, например, где-нибудь в офисе, сидя за машинкой целый день, за компьютером, за этой клавиатурой, он никакой пользы не принесет и не будет чувствовать себя мужчиной. А вот когда он выполняет мужскую работу, спасает людей, тушит пожары, рискует своей жизнью, а мы знаем, что молодежь у нас, посмотрим на виды спорта, когда вот они выступают, по телевизору часто показывают, она уже в культуру такую превратилась, что рисковать, вот хочется и Адриалина, там, они прыгают, и с моста прыгают, зависают, и с крыш прыгают, и пытаются все это освоить. Им не хватает именно этого, а здесь оно используется именно строго по назначению, весь потенциал этой молодой жизни, именно для спасения ближнего. А потом эти сотрудники, когда уже приходят в возраст, даже выходя на пенсию после своей работы, они пытаются устроиться на такие специальности, а благо у нас сейчас есть, появилась пожарная охрана параллельная, которая относится к городу, окормляет, будем так говорить, содержит, которая без погон, но там именно те пенсионеры, которые всю жизнь посвятили спасению своих ближних, выполняя главную заповедь христианства, сжатывание собой ради ближнего. Вот они там служат, и получается, что даже после основной службы пожарным очень трудно привыкнуть не рисковать собой, не выполнять свой вот этот вот священный долг. Но это особое такое вот состояние души, состояние самого человека, потому что без, как Иоанн Талтууз говорит, что церковь без гонений не загнивает, такие пожарные, без выезда на пожар, тоже начинает духовно немножко понижаться. Я наблюдал такое еще, ну, наверное, лет 15 назад или 20 лет назад. Ребята сидят в карауле, это начало 90-х годов, пожаров нет, начинаются склоки, какие-то вот выяснения отношений. Как только звучит сирена, сразу одевают боевки, выезжаем на пожар, все начинаются самым ближе, с любых родственников становятся, когда начинается боевая работа. А что касается сотрудников ГУСИНА, тем, наоборот, очень сложно, очень сложно. Матюшка, простите, позвольте, я вас перебью сейчас, примем звонок и продолжим потом. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Откуда вы? И представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, я звоню из Подмосковья, меня зовут Светлана. Я хотела бы вам рассказать о заступничестве должной мастернии Полимы Купино. Два года назад, в дно ноября, у нас произошла беда. Загорелся трехэтажный дом. И пламя перекинулось на рядом стоящий дом, где жила я в данной ситуации, со своими внуками и с семьей. И когда я схватила икону Божьей Матери Полимы Купино, обойти вокруг дома не было возможности, поскольку у нас еще соседи, там забор стоит. Я встала на колени, и крестным звонением иконы Божьей Матери, просила ее заступничество, слезно, чтобы дедушки не остались без крова. И вы знаете, такое произошло чудо, у нас уже сгорел этот дом, сгорело кровь, сгорело все. Но удалось отбить и спасти. И когда приехала пожарная команда, они просто у меня за голову схватились, как можно было, как можно было спасти вот этот дом, который по всем канонам должен был сгореть. У нас оставалась электронная вот эта пленочка, через которую видна просто была улица. То есть вот Божья Матерь не допустила даже через вот эту пленочку, понимаете, вот какое заступничество Божьей Матери. И вот у меня такой вопрос. Могу ли я в своем небомастном своем красном уголочке сделать ей красивый киот, украсить ее? Или это только в храме можно сделать? Вот такой у меня вопрос. Спасибо большое. Светлана, все вы можете сделать дома обязательно. Конечно же, я могу рассказать случай со своей бабушкой, которая мне рассказывала, также у нее на Урале, когда их выслали при советской власти. Вот они построили дома деревянные, и у соседей загорелся дом. Бабушка тоже взяла икону Божьей Матери Неполя Мякупина, и с просьбой к ней, с плачем, с молениями стала ходить вокруг своего дома, потому что ветер додул на ее сторону. И вот после третьего круга ветер меняет свою сторону, то есть сторону дует совершенно другую, и дом, милостью Божьей, заступничеством Божьей Матери не загорелся. Эта икона, закопченная всю жизнь, у нее висела возле иконы Спасителя. Я эту икону помню. И бабушка всегда, благодаря, наверное, ей, ее молитвам, я все-таки стал священником, потому что мне рукополагали именно в день ее именин, а храм, называется мой, где я прохожу основное служение, Неполя Мякупина. Но я о заступничестве попозже немножко остановлюсь на этом. В случае тоже расскажу, который с сотрудниками проходили. Сейчас просто закончим по поводу сотрудников. Спасибо, господин батюшка. Так вот, служение в Гувсине сотрудников – это одно из тяжелейших, которое есть. Они не тушат пожары, они не ловят преступников, они их охраняют. Но с виду, казалось бы, ну что такое, они там за решеткой сидят, открывая, закрывая, вводя на прогулку и прочее, прочее. Но если кто внимательно читал дневники Иоанна Кронштадтского, вот наш дорогой батюшка Иоанн как раз и пишет о том, что зло имеет природу распространяться как бацилла, гриппа, как острых респираторных заболеваний. И это я за 8 лет наблюдаю довольно часто. Приходит сотрудник, плохий слов не говорит, внутренне спокоен, не курит. Вдруг через несколько лет начинает у него проявляться. А некоторые, мы не скрываем, что совершают должностные преступления. Почему? Вот это и есть производственная деформация. Как от нее защититься? Если Господь не защитит, никто не может защитить. Если сотрудник не ходит на исповедь, не готовится к причастию, не пощает богослужения, он подвержен этой деформации, именно этого зла. Это зло в нем может укорениться. И поэтому вся агрессия, которая накапливается в них, она может распространяться и на семьи. И они это прекрасно понимают. И поэтому приходят. И почему-то, вы знаете, они приходят именно в храм Непулема Купина. Может быть, стесняются. Может быть, какое-то отношение друг к другу, когда человек заходит в храм, подходит на священнику. Другие могут подумать, что в чем-то, может быть, каяться. Но сейчас мы пытаемся ситуацию переломить. И освещаемся события. Особенно на сайте Крестах есть сайт храма. То есть иконочка-то, как сейчас называют. Храма, где можно посмотреть о всех событиях именно церковной жизни. В Крестах, кто мимо приезжает, слышит колокольный звон и во время Великого Поста. Я пошел им навстречу, потому что вот эта маленькая церковная общинка именно вот тех заключенных, которые остались в рабочей группе, у них вот начинается все с отцового молитвного правила утром. Они молятся. По разрешению сотрудника выходят на крышу. Начинают колокольный перезвон, который слышат все в камерах. И мы понимаем, кто давно уже занимается этой проблемой, что именно резонанс, звучание колокола убивает все болезнетворные микробы. Поэтому у нас прекратились очень редко случаи заболевания туберкулезом. Там еще какие-то заболеваниями. А ведь заболевание туберкулеза почему происходит? Мы знаем, врачи-то знают, что у каждого жителя Санкт-Петербурга эта туберкулезная палочка находится внутри него. И вот, когда человек попадает в какие-то условия, когда начинает унывать или грешить каким-то смертным грехом, оно начинает распространяться. Человек заболевает. Это видно по тем болящим, которые находятся в тюремной больнице. Ведь если мы думаем, что там только одни, те, которые страшные люди, которые только готовы на преступление, то мы глубоко заблуждаемся. Вообще в тюрьмах 13% сидят, которые этого не совершали. Ну, долго не будем останавливаться. Приведу пример, что мужчина получает статью за убийство, там, 10,5 лет, которую он не совершал. Когда начинает каяться, оказывается, что он жену послал на два аборта. То есть он убил собственных детей. То есть участник в этом. Вот. Но это примеров очень много. Нам не хватит нашей короткой программы, чтобы все это осветить. Потому что у нас немножко тема другая. Так вот, что касается сотрудников Гусина, те, которые воцерковляются, они это все понимают, и у них проблем не возникают. Возникают проблемы, те, которые не принимают Бога в себя, то есть не хотят или по каким-то причинам их не научили. Вот так вот. Теперь давайте все-таки я расскажу те случаи, которые происходили с нашими сотрудниками пожарной охраны, при тушении пожаров. Несколько лет назад при тушении высокоэтажного дома на Васильевском острове возникла такая ситуация. Пожар возник на 13 этаже. На улице минус 25. Прибывает пожарная команда. Руководитель тушения пожара дает команду подать стволы к стене. Почему? Потому что двери, которые ведут в квартиру, а в квартире женщины с детьми, оказались заперты. Но не одна дверь, как раньше была при советской власти, деревянная, а три железных, которые закрыты, очень хорошо закрыты. У пожарных есть бензопила, партнер, дисковая, которым они дверь распилят. Начальник караула понимает, чтобы распилить дверь, нужно 5 минут одну, вторую, третью. Это 15 минут, а женщин и детей нужно спасать. И вот подают воду, подымают лестницу, подают воду. Вода замерзает. Первая подача, вода замерзает. Вторая подача, третья, четвертая, пятая, шестая. Вода замерзает. Привезли теплую воду уже с карульного помещения. Вода замерзает. Тогда руководитель тушения пожара кричит, «Господи, помоги». Вода пошла. Удалось спасти людей, ликвидировать возгорание. Потом мне через год этот полковник говорит, что «Да, батюшка, понимаете, вот такая помощь у меня возникла, я вот теперь буду ходить в храм». При тушении гостиницы «Ленинград» начальник отделения с пожарными поднимается в лифте на этаж, а в этом лифте можно было во время пожара подниматься, прибывает на этаж, двери не открываются. Что делать? Пытаются ломами, которые в руках, не могут открыть. Двери прогибаются, никак не открыть их. Ну, понимаем. Двойную створку ломами, они будут просто прогибаться, ее не открыть. Что делать? И вот он уже начинает чувствовать, что через подошву сапог боевых начинается температурное воздействие на ступни ног. Понимает, что сейчас пол прогорит, все упадут, сгорят заживо. Начинает молиться о Божьей Матери. «Божья Матерь, помоги, выведи, спаси». Вспоминает, что ему мама говорила каждый раз, когда он шел в караул на дежурство. Двери сами открываются, то есть, к легким усилиям. Выбегают наружу в дым. Команду дают, направо идем. Все спаслись. Правда, когда они уже потом разбирали пожар, оказывается, пошли в другую сторону. Тоже опять. Божья Матерь помогла, спасла. Такой еще случай мне рассказывал наш замминистр, один из замминистров, который приезжает нам в Петербург, который участвовал в строительстве храма, что при тушении вот этих вот лесных пожаров, которые несколько лет назад были, а мы понимаем, что когда горит лес, к нему приблизиться на 100 метров ближе нельзя. Почему? Потому что поражающий фактор пожара, когда огромный пожар, это тепловое излучение, световое излучение, кожа начинает просто вздыматься влагодарями. И вот думать, что же делать? Откуда помощи ждать? Потому что все самолеты, которые могут загрузить, там, сколько тонн воды, понятно, что они такой огромный лес никак не могут потушить. Тактика встречного огня применяется, это когда пожарных выбрасываются вертолетом или самолетом на парашютах, они начинают вокруг поджигать очага возгорания, поджигать лес, возникает воронка, которая, воздух идет вовнутрь этой воронки, и если местные жители принимают участие в окапывании массива внутри, кругом, то этот пожар еще как-то можно ликвидировать. Так вот, помощи ждать некуда. Вдруг замечает, бабушка выходит с иконой, подходит ближе, бабушка босиком выходит на дорогу, становится, остановится, начинает молиться, он видит, что губы у нее шевелятся. На небе ни одной тучки. И вдруг начинают над ней собираться облака, потом тучи. И через какое-то время, очень быстро начинает идти дождь. Люди вокруг продолжают там какие-то усилия принимать, бегать, суетиться. Ровно через 13 минут, потому что он засек, время, дождь прекращается, он подходит к этой бабушке, Тайма говорит, если бы все молились, пожар бы сразу бы потух. Смотрит, а пожар действительно прекратил такое вот бурное наступление. И вот сколько случаев было, когда батюшка служил молебный, обходил вокруг своей деревни, с иконой Божьей Матери Непали Бокупина, я служил молебный, и пожар отступал, ветер менял направление, деревня спасалась. Был даже случай, когда глава района приезжает, идет служба, он пустит батюшку, вызовите батюшку, у нас пожар наступает на нас. Что делать? Батюшка службу прекратить не может, потому что литургия. Посылает матушку, матушка собирает прихожан, берет икону Божьей Матери Непали Мокупина, начинают обходить, их везут туда, начинают обходить деревню, и пожар прекращается. Случаев было по России еще даже неизведанных, нерассказанных очень много. А наш храм, то есть нашему храму обязано то, что нет у нас вот таких возгораний летом торфа, а лето бывает жаркое, несколько лет было, что лето жаркое. Так вот, до обстрелительства храма мы еще помним, что город находился в дыму, потому что когда торфяники горят, мы знаем, что их потушить очень сложно, потому что, даже вот я помню, что я сам участвовал в тушении, нам всегда говорили, смотрите, не провалитесь, выгорает внутри весь торф, машина может провалиться. И дым застилал городские районы, мы помним это. Вот несколько лет назад в Москве такое происходило. И вот как только мы построили храм, офицеры стали приходить молиться, эти пожары прекратились. И мы помним, что когда Россия горит, в Петербурге, в нашем центре, даже в региональном, пожаров не происходит, потому что наши сотрудники все-таки приходят и молятся, просят Божьей Матери заступиться за наш город, за наших жителей. И мы рады, что мы живем и дышим вот этим свежим воздухом. Батюшка, передаю вам просьбу нашей телезрительнице, попросила помолиться за пожарного Алексея Захарова. Он очень болеет после одного из пожаров. И хочется спросить, батюшка, вот процентное соотношение верующих и неверующих пожарных и верующих и неверующих сотрудников тюрем? Наших спасателей, сколько я общался, неверующих встречал крайне редко. Причем, даже если они для совместной мыли не собираются, а у нас только в трех частях есть часовни, в первой части десятого отряда у нас возрождена дореволюционная еще молильная комната. Она существует, это на Петроградской стороне. То в других частях при выезде на пожар, а в каждой машине у нас есть иконочка обычная, не полемой купины Божьей Матери, обычно выходит диспетчер и благословляет их иконой, чтобы все вернулись. Потому что знает, что на пожаре без помощи Божьей работать очень сложно. А бывают случаи, когда звонят, просят Божьей помолиться, когда какой-то пожар, когда трудно им справиться. Потом приходят сообщения на телефон, что Божьей, спасибо за молитву, удалось всех спасти и пожар локализовать. А на самом деле, когда в городе пожары происходят на заводах, это очень сложно. А что касается, случай был лет 8 назад, по-моему, Николай в спецчасти при тушении одного из заводов во Фрунском районе взорвалась солярка. Так ему сдуло огнем защитную каску с забралом, опалило лицо, фаланги пальцев просто отгорели, перчатках боев, которые огнеупорные, просто отгорели. И вот его привезли в больницу в тяжелом состоянии. Думали, что глаза тоже выжгло просто огнем. Я попросил на нашу православную радио Санкт-Петербурга, чтобы объявили о том, чтобы молились. И вот когда началась там общая молитва есть, у него глаза сами собой, причем сразу два разлепились, глаза остались целы. Так что, обращаясь к нашей телезрительнице, хочу сказать, что просите за него молиться всех. Просите. И по молитве всех, Господь воину поможет, воину-огнеборцу опять восстановиться. А что касается сотрудников ГУФСИНА, приходят, ставят свечи, но специфика такая своя, что они на разговоры идут очень трудно. Хотя, приходят, те, которые приходят, они разговаривают, общаются, мы совместные мероприятия не устраиваем, причем у нас и прихиальные там состязания по футболу есть и с заключенными, и с сотрудниками. Проводим конкурсы у них, и маслинцы, вот в прошлом году, в этом году не проводили, в прошлом году проводили. Общаемся. Но специфика следственных изоляторов, она своя. Общаться может только рабочая группа, то есть те уже заключенные, которые уже объявлен срок, которые получили общий режим, и они оставлены в рабочей группе. Но загрузка у них очень большая, потому что они в хозобслуге. Вот. И сотрудники, которые приходят, они тоже заняты своими служебными обязанностями, непосредственными, всегда занимаются. А вот с пожарными, когда нет пожара, можно просто прийти, попить чай, побеседовать, поспорить, пообщаться, даже у них позаниматься в спортивной комнате, в теннис поиграть. У них даже бильярд есть. То есть, ну, будем говорить, что все-таки пожарных более радостное и веселое. Особенно, когда звучит команда тревога на выезде на пожар. Батюшка, но все равно, наверное, случаются гибели пожарных. И как их собрать это переживают? Гибели случаются. Мы знаем, что у нас есть табличка, которая в мемориальном комплексе на нашем висит, и она периодически пополняется. Спокойно относятся, потому что, выходя на работу, заступая в караул, каждый знает, что он может домой не вернуться, или оказаться в больнице, или в морге. Но мы стараемся так обучать личный состав и молиться за него, чтобы это было крайне редко. Но в последнем случае был сотрудник погиб, просто на дороге погиб. До этого был случай пожарной притушении. Выпал просто. Балка его столкнула из окна горящего здания, получил травмы, после лечения тоже скончался. Но мы собираемся каждый год на их могилах, служим панихидой, если есть часовня в частях, там собираемся, тоже молимся вместе, потом чай пьем, беседуем. И вот спрашиваешь ребят молодых, вы же знаете, что вы можете погибнуть? Они говорят, знаем, но мы не боимся, потому что человек, в конце концов, все равно умрет, он рождается для того, чтобы подготовиться к вечности. И вот когда мотивировка это есть, основана на нашей заповеди о жертвовании собой, страха никакого нет. Это обыденно. Для них обыденная работа, заступление в караул, несение боевого дежурства, тушение пожаров. И без этого они уже не могут, потому что чувствуют себя настоящими мужчинами, чувствуют, что кому-то могут оказать помощь. И даже я вот наблюдал, понятно, когда тушат заброшенный дом или гараж, и вдруг взрывается баллон, который там не должен быть с газом, пропан или кислород, гибнет пожарный, все равно они будут идти в вагоне спасать и спасать этих лиц, которые уже опустившиеся, которые это все устроили, выносить их и с собой жертвовать. Потому что знать, что эта профессия, эта служба, она угодна Богу, что Господь по-другому относится к пожарным, которые еще верующие, которые заповеди выполняют. А сотрудники губщина, также заступая на свое дежурство, можно назвать его боевым, тоже знают, что могут домой не вернуться, потому что вот в 92-м году, также 23 февраля, также в день иконы Божьей Матери огневидной, в следственном изоляторе кресты было восстание, был захват заложников, женщин остались в живых, а Александра Яремского закололи заточкой, но он ключи не отдал. А другой сотрудник был, он до сих пор живой, на панихиды приходит, они его избивали, пытались тоже убить, поткнули его пикой, думали, что он убит, но он тоже ключи не отдал. А ведь, если бы он отдал ключи, мы понимаем, что если бы часть еще больше была выпущена, какой бы беспредел начался бы, и понимаем, что изолятор находится в центре города, и потянуть все силы в городе быстро невозможно. Сколько бы еще было бы смертей, и захватов заложников, и прочие-прочие неприятности для нашего города. И вот они такую же службу тоже несут, но она гораздо, конечно, более спокойная, но более, можем сказать, хуже по подверженности именно вот этой производственной деформации, по заражению вот этим злом. Вот так вот. но тем не менее идут, идут, и служат, и работают, и мотивация такая же, точно как у пожарных, жертвы не собой ради ближнего. Батюшка, но ведь человек не один, человек с семьей, и как семьи пожарных, например, переживают, их жены, то, что мужья каждый день уходят на такую работу, они к вам приходят? Да, приходят, приходят молятся, сначала они приходят, спрашивают Батюшка, как молиться за, когда муж уходит, или брат, или муж, или сын уходит в караул, и мы понимаем, что он может не вернуться, а кого ждать помощи? Я говорю, вы же пришли правильно у Бога, всегда молитесь, и те, за кого молятся, те не погибают, тех Господь защищает. Те, кто не ругается матом, отношения пытаются выстрелить, не совершают смертных грехов, всех Господь покрывает своей Божьей благодатью, защищает, и сколько случаев было, когда помощь Божия приходила незамедлительно. И по молитве, мы знаем, что молитва матери с одного моря достает, это еще по войнам и в Чечне, и в Абонистане, и в Великой Отечественной войне, Второй мировой. Также здесь, если молятся за него, тогда Господь помогает. И вот они учатся молиться, учатся, первые шаги в храме делают, когда муж уходит в караул, несет свой подвиг, несет свое служение. Это им, наоборот, хорошо, детей приучают. В епархии у нас проводятся частенько акции благотворительные, ну, акции нехорошо называть, как-то очень официально. В мероприятии, будем так говорить, мы собираемся сначала в храме, служим панихиду, по детям погибших пожарных, сотрудников на Кавказе, в горячих точках, потом идем в Светодухов Центр, или какое-то, вот последнее было у нас, в пожарном клубе в нашем, спектакль показывали, беседовали, и стол сладкий накрывали. Матеровка какая? Чтобы дети не боялись повторить подвиг отцов. И действительно мы знаем, у кого в семьях погибли отцы, дети обычно идут, продолжают служение отца. Они понимают, что отец жизнь выдал за ближнего, а это самое высокое, что может человек здесь себе не просто позволить, а даже мечтать об этом, чтобы именно выполнить вот эту главную заповедь христианства. — Поразительно, батюшка. Конечно, это совершенно другой мир, кажется, по сравнению с нашим. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот если говорить о тюрьмах, одновременно у священника окормляются и сотрудники, и заключенные. Не возникает каких-то коллизий? — Возникает? Как не возникает? У всех возникает. Всегда заключенные сразу спрашивают, батюшка, а вы в погонах. Знаете, что я сотрудник пожарной охраны, что я в чине полковника? А вы на кого работаете? Вы можете передать информацию? Потому что изолятор, это понятно. Я говорю, да нет, конечно. Если бы это было возможно, я бы и не служил бы. Господь бы меня не допускал к этому служению. Ну, обычно, сейчас все меньше и меньше, потому что у последственного одна задача, как умилостивить Бога, чтобы на суде получить меньше срок, чтобы ему никто не говорил. И это очень важно, чтобы объяснить ему, почему он оказался здесь, и почему он оказался здесь, и за чего он оказался здесь. и объяснить ему тот путь, чтобы он туда больше не попадал. А сотрудники, они как-то просто относятся. Но когда оказываешь помощь, чрезмерную, они видят, что там книжки приносят. Конечно, у некоторых вопросов бывает, возникает бочка, почему вы помогаете ему? Вот он попросил там бумагу, ручки, ну, книжки, понятно, на Евангелие там, а остальное там. Бывает, что в тюремной больнице, например, я знаю, что нет у нее никого, молодая девчонка сидит, девушка, женщина. Я могу конфетами угостить, там, еще чем-нибудь. Как-то вот, и приятно сделать, чтобы она понимала, что в церкви к ней по-доброму относятся, то есть показать доброе отношение к ним. А сотрудникам ГУФСИНА, то есть те, которые охраняют их, объясняют, что в каждом из нас есть Христос, есть образ Христа. И вот ваша задача во время службы разглядеть этот образ в каждом, потому что без вот этого, работы над этим, внутри себя, можно пострадать самому, повредиться духовно. И они, в конце концов, это понимают. И говорят, да, действительно, батюшка, если зло относится, то это зло можно принести и вынести из этих стен. И это зло отразится на детях, и на семье, и на женах, и на ближних своих. Спасибо, батюшка. Наши телезрители спрашивают, перед иконой неопалимая купина существует какая-то особенная молитва, или можно молиться, в принципе, любыми словами, как вы считаете? Можно читать молитву, но когда возникает пожар, обычно эту молитву не находят, и обычно просто с воплем взывают, Божья Матерь, помоги. Если есть икона Божья Матери, неопылимая купина, надо ее брать, выходить, ну, сначала вызвать, конечно, пожарную охрану по 0-1, и начинать молиться, чтобы Божья Матерь хотя бы сохранила ближних своих, спасла своих, спасла нас всех именно вот от этого возгорания, так что произошло. Но хочу напомнить нашим телезрителям, со старыми пожарными я беседовал, с инспекторами, все приходят к одному мнению, что огонь все-таки явление нематериальное, огонь просто так не возникает, и всегда, когда что-то возникает, случай какой-то, мы понимаем, что это стихиное бедствие, и что страдают все, но нужно потом искать все-таки духовные причины, почему он возник, просто так ничего не бывает. Спасибо, батюшка. Также вопрос от нашего телезрителя, дьякона Владимира из Испании, вопрос о тюремном вашем служении. Получается ли у вас помочь стать заключенным на путь исправления и не возвращаться на него? И многие ли из заключенных становятся прихожанами храма? У меня несколько случаев было. Просто храм не очень большой, поэтому мы понимаем, что заключенный, когда выходит на свободу, он может стать прихожанами любого храма. И вот основная задача моя, в беседе, особенно когда он первый раз приходит, чтобы он принял себя в Бога, чтобы у него в голове, как мы все говорим, включился свет, чтобы вот в свете именно Евангелие, когда Господь освещает все события его, те, которые уже произошли в жизни, ему так, после этого, ему легче дальше жить, дальше легче решения принимать, ему становится все понятным. без просвещения его, а мы знаем, что свет Христов просвещает всех, ему трудно разобраться в тех событиях, почему это произошло, с прошедшими же событиями, очень трудно. И без этого дальнейший путь его исправления, он невозможен. А когда он начинает понимать, еще начинает молиться, читать молитвы, и он начинает понимать, что Господь ближе всего в тюрьме в той же тюремной больнице, мы еще раз шутим, что тюремная больница это евангельская два в одном, где и темница, и больница. И вот там исповедь, она горячей, и обращение к Богу гораздо быстрее происходит, потому что ничего не мешает. А есть Господь, есть сам заключенный или последственный, который напрямую с ним общается, и мы знаем, что получает помощь и непосредственно в тюрьмах. И вот был такой случай, еще был покойный отец Александр, населителем храма Григорьев, он почил в прошлом году, упокой Господи его душу, он просто подарил одному из последственных небольшую иконочку нашего новомученика епископа Илорона Троицкого, который был в наших крестах, мы знаем по истории, что он там присутствовал. Через какое-то время приходит этот последственный к батюшке и говорит, батюшка, ничего не понимаю, эта маленькая фотография начинает источать мира, маслянистая, которая имеет какой-то запах такой, неземной. и вот батюшка ему говорит, ты пойми, что вполне возможно, что священномученик Илорион находился в этой камере, ты ему молись, и он тебе поможет. И вот на самом деле потом у этого заключенного сложилась довольно вот, то есть последствия, последствия, судьба его после его выхода из мест лишения свободы, правильно, то есть он встал на путь исправления. А бывает, что человек пытается исправиться, но без помощи Божьей ему очень трудно, бывает, что и попадают и не один раз, и второй раз, и третий раз. Но это отдельный разговор, отдельные случаи, их можно очень много рассказывать, потому что обычно они этим делятся. Батюшка, а скажите, пожалуйста, каково число пожарных у нас в городе и какая часть из них вашей пастой является? Кроме пожарных у нас есть отделы, которые обеспечивают пожарную охрану. Мы понимаем, что без вооружения, без техники, без финансового обеспечения, без вещевого обеспечения пожарной охраны не просуществовать. И вот сотрудников около двух тысяч. Наша задача заключается в том, чтобы мгновенно реагировать на все вызовы сотрудников оперативно, то есть выезжать и на те ситуации, когда они просят. Ну, понятно, что это крещение, венчание, освещение квартир, техники, пожарных частей, ПТВ, то есть пожарно-технического вооружения, участие в различных мероприятиях, будь то провода на пенсию, принятие присяги, панихиды, помощь даже тем членам семьи сотрудников, которые, ну, у которых сотрудники погибли. любые. То есть любая просьба у нас не остается без ответа. И вот самое, конечно, основное, это проведение беседы с личным составом подразделений, ну, и сотрудниками тоже. Вот, когда мы можем сесть, посидеть с ними, когда нет, конечно, сирены на пожар, потому что они сразу выезжают, побеседовать, попить чай, ответить на вопросы. И вот в этой беседе, в ответах на вопросы, как раз происходит именно воцерковление, потому что именно после таких бесед сотрудники звонят и спрашивают, Батюшка, когда можно повенчаться, когда можно подготовиться, когда, как можно подготовиться к крещению, к венчанию, к освящению. И вот так и происходит у нас, вот это наша, вот такая повседневная жизнь. Удивительно, Батюшка. Ну, вот говоря о сотрудниках следственных изоляторов, каким образом вы им советуете избегать вот этого ожесточения, вот этой профессиональной деформации? Ну, сначала нужно человека себе расположить, потому что мы знаем, что вот это вот воздействие зла, оно накладывает отпечаток. А на самом деле все просто. Приводим примеры, не называя имен, потому что мы знаем, что в тюрьмах появляются и на зонах наркотики появляются, алкоголь, сотовые телефоны, иначе вот показывают, что побег осуществляет и на вертолетах, то есть сейчас средства технические достигли такого уровня, что все, что угодно можно сделать. И вот мы объясняем, что просто так это не происходит. В этом обязательно участвует тот сотрудник, который пошел на должностное преступление. Как себя защитить от соглашения вот с этой мыслью? Потому что, чтобы человек что-то совершил, он должен сначала, мы не говорим по мыслям сразу, чтобы он понял, а со своей мыслью. Неназываем, от кого она пришла. И вот когда сотрудник к себе располагает и священника, и священник ему объясняет, что нужно предпринять, что нужно на помощи оказать, чтобы этого не произошло. И сотрудник начинает понимать, что без помощи Божьей трудно устоять от соблазна. И вот сейчас время благодатное великого поста, и весь канал Андрея Критского уже отзвучал, мы его прочитали. Ведь Андрей Критский учит как раз, как этому соблазну-то противостоять, а ведь грех-то заманчив, ведь в тюрьмах-то сотрудникам предлагают напрямую деньги за все вот эти вот непотребства, за средства связи и прочее-прочее, за передачу информации. И если сотрудник не противостоит этому, мы объясняем, что это может принести очень большую беду не только нам, но и его, его семье. И каждая копеечка, которую он не заработал, а приобрел неправильным путем, принесет только ему большую-большую беду. И приводим примеры, примеры приводим. Вы знаете, что все-таки это действует на сотрудников. И вот у нас в Крестах каждую пятницу второй священник мой проводит занятия с королом, который заступает на ряд. Ему дается несколько минут, он им объясняет, как нужно себя правильно вести, когда возникает соблазн. Это очень важно. Два момента. Как нужно себя вести, когда возникает соблазн, и видеть в каждом заключенном образ Божий, чтобы его не обижать. Вот это зло, которое от них идет, на ниже, чтобы не распространялось. Спасибо большое, Батюшка. Очень было интересно с вами общаться сегодня. Ну, время наше заканчивается. И прошу вас, благословите на прощание наших телезрителей. Божьего благословения, помощи Божьей, особенно тем, кто носит погоны. Помните, когда вы заступаете в караул, да не только, когда вы заступаете в караул, когда вы одеваете погоны, вы уже начинаете выполнять самую главную заповедь христианства, жертвование собой ради ближнего. Помоги вам в служении России, Господь, с Богом. Спасибо, Господи, Батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма иконы Божьей Матери Неопалимая Купина Ирей Георгий Сычев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»